Уважаемые коллеги, уважаемый председатель, сейчас поправлю микрофон. Ну вот наша тема такая является более клинической, и мы работаем с нашими онкоурологами уже лет 5, и вот я очень благодарна организаторам, что они позволили осветить наши результаты на таком достойном уровне. Ой, извините, я отключила, наверное, да? Ну, рак почки составляет 3-4% в структуре заболеваемости. И при этом надо сказать, что за последние 10 лет прирост с 2004 года по 2014 год составляет около 43%. Надо сказать, что рак почки представляет собой гетерогенную группу опухолей, из которых более 75% приходится на светлоклеточный, почечноклеточный тип, который ассоциирован с фунтационными изменениями белка фон Хиппеллиндау, за счёт чего увеличивается содержание ядерного фактора ХИФ-1, и происходит уменьшение его протеосомального расщепления, и наблюдается гиперэкспрессия эндотелиального фактора роста ВИГФ. Надо сказать, что в связи с этим очень большой интерес имеет именно ген ПТЕН. Надо сказать, что ген ПТЕН представляет собой фосфатазу и представляет собой негативный регулятор фосфатидилонезитолтрикиназного АКТМ-ТОР сигнального пути, и в настоящее время потеря гетерозиготности гена ПТЕН выявляется при многих почечных опухолях, и даже есть такой описан синдром Каудена. Надо сказать, что АКТМ-ТОР сигнальный путь является наиболее изученным сигнальным каскадом, он регулирует процессы пролиферации апоптоза. В ткани ракопочки уже показано, что наблюдается активация АКТМ-ТОР сигнального пути. Но надо сказать, что также его активность находится под контролем рецептора ВИГФ-Р2, ростового фактора ВИГФ, и также транскрипционных факторов ХИФ-1, ХИФ-2 и НФКПБ. В связи с этим, целью нашей работы, вернее, одной из её важной части, явилось изучение роли фосфата АЗПТЕН в молекулярных механизмах прогрессии ракопочки. Надо сказать, что в нашу работу было включено 84 пациента с раком почки, это были больные со светлоклеточным почечноклеточным раком. Из них было 40 пациентов с диссиминированной формой заболевания и 44 с локализованной. Все пациенты с диссиминированной формой заболевания потом, вернее, для них было особое лечение. То есть они на предоперационном этапе, они проходили курс предоперационной таргетной терапии двумя препаратами, блокатором ЭПТОР и ингибитором КИТОЗИНКИНАС. Это препарат ВАТРИЕНТ и АФИНИТОР. Методы исследования были стандартные, это ИФА-анализ, Вестерн-блотинг, ПЦР. В реальном времени на этом можно особо не останавливаться. Но какие мы получили результаты? Для начала мы пытались оценить связь молекулярных показателей, в частности фосфатазы ПТН, уровень экспрессии её, уровень самого белка с распространённостью заболевания. То есть мы исследовали группу больных с диссиминированной и локализованной формой заболевания. Было выяснено, что при развитии метастазов и формировании диссиминированного рака происходит уменьшение содержания ПТН белка на фоне роста экспрессии МРНК, что нам позволило сделать вывод, что прогрессирование заболевания сопровождается потерей белка ПТН и снижением его функциональной активности. Что же касается компонентов АКТ сигнального пути, то, как я уже до этого представляла, что и во всех других литературных данных при развитии рака почки наблюдается активация АКТ МТОР сигнального пути. Это мы увидим из-за того, что увеличивается уровень АКТ, фосфо-АКТ и также фосфо-СИРАФ. Что касается развития диссиминированного рака, то здесь, наоборот, происходит уменьшение уровня фосфо-АКТ. Вернее, обоих фосфо-АКТ, что мы брали в нашу работу. То есть, развитие метастазов заболеваний сопровождается снижением содержания активированного фермента АКТ. Что же касается основной серентрианиновой протеинкиназа МТОР, который является основным ферментом в этом пути, то надо сказать, что развитие заболеваний сопровождается увеличением уровня белка МТОР, его активированной формы АТН, а также ингибитора транскрипции фосфо-Е4-ЕБП1. Что касается распределения больных в зависимости от формы заболевания, то различия здесь не было выявлено. Также здесь касается так называемого верхнего каскада, который приводит к активации керокиназных рецепторов ВИДЖФ. Здесь тоже наблюдается, что прогрессирование заболевания сопровождается ростом уровня транскрипционных и ростовых факторов, а также самого рецептора ВИДЖФ-Р2. То есть изменение молекулярных показателей зарастает по мере распространения в опухоли в организме. Из этого вытекает такой вывод, что активация АКТ МТОР в сигнальном пути ассоциирована с распространенностью рака почки, и это происходит на фоне функциональной неполноценности белка АПТН. Но на следующем этапе мы решили сузить наши группы, и мы выделили больных с размером опухоли менее 7 сантиметров. Они были включены в такую группу больных, которые соответствуют первой стадии заболевания. И они были распределены на две подгруппы, подгруппы, которые больные, 8 человек, у которых был неблагоприятный исход за болевание, несмотря на малый размер опухоли, и с благоприятным исходом. Ну так вот, здесь было выявлено, что у больных с неблагоприятным исходом, у которых в течение года появлялись метастазы за болевание, наблюдается увеличение, наоборот, содержание АПТН. Что же касается компонентов АКТ сигнального пути, то здесь показано, что высокий уровень общего АКТ и фосфового АКТ также отмечается у пациентов с размером опухоли 7 сантиметров и менее, и которые имеют неблагоприятный исход за болевание. То же самое происходит и с уровнем серентрианиновой протеиназы МТОР и ее субстрата. Здесь мы видим, что также происходит увеличение данных белков. То же самое мы видим и при анализе содержания трансляционных факторов, но и также ростового фактора ВИДЖЕФ и ВИДЖЕФ-Р2. То есть все это наиболее выражено у больных с неблагоприятным исходом за болевание, несмотря на то, что размер опухоли довольно-таки небольшой. То есть плохой исход за болевание у пациентов с малыми размерами опухоли почки ассоциирован с увеличением содержания белка АКТ на фоне активации КТ-МТОР сигнального пути. Ну и мы вот дошли до самой, можно сказать, важной части нашей работы. Для чего же это было нужно? Дело в том, что такие работы на молекулярном уровне, они обоснованы с тем, что на данный момент применяются таргетные препараты для их лечения. И вот это все как раз обосновывает, скажем так, применимость данных препаратов при данной локализации, ну и у данных больных. Ну так вот, мы пытались оценить влияние таргетной терапии на молекулярные показатели в опухоли, в том числе и на фосфатазоптен. Что же было выявлено? Как я вам сказала, у нас было два препарата. И ингибитор МТОР, и ингибитор тирозинкиназ. Ну вот здесь было показано, что на фоне таргетной терапии отмечается уменьшение содержания и ингибитора МТОР, вернее, онкосупрессора МТОР, как для обоих групп больных. Однако, что наиболее было выражено, именно для больных, которые получали лечение и ингибиторами тирозинкиназ. Что же касается компонентов АКТ сигнального пути, то здесь, наоборот, было более выраженное влияние блокатора МТОР. Вы здесь видите, что здесь у нас идет уменьшение уровня активированного АКТ после лечения. Далее, субстраты МТОР. Здесь также мы видим ту же самую динамику, что на фоне применения таргетных препаратов отмечается рост содержания П70С6 киназы и также, что наиболее выражено именно для блокаторов МТОР. Вот здесь показаны изменения транспционных факторов на фоне лечения. Здесь тоже мы видим, что латриенты, МТОРы, они также изменяют, в частности, уровень их белков. Он уменьшается на фоне применения данных препаратов. Здесь мы посмотрели уровень ростовых факторов, вернее, одного ВГФ и его рецептора ВГФР2. Здесь также заметили, что в отличие от предыдущего слайда, где мы заметили, что именно изменение ПТН наиболее выражено для ингибитора керозинкина, здесь вот именно большую роль играет блокатор МТОР. Ну и в заключении я хотела бы сказать, что выявлено разнонаправленное изменение содержания белка ПТН в зависимости от стадии заболевания. Развитие метастазов сопровождается уменьшением содержания ПТН, при этом неблагоприятный прогноз рака почки у больных с размерами опухоли 7 см и менее он ассоциирован с нарастанием уровня белка ПТН. Ну и в заключении я хотела бы сказать, что показано влияние всё-таки таргетной терапии как на фосфатазу ПТН, так же на основные компоненты АКТ-МТОР сигнального пути, а так же на трансляционные и ростовые факторы. И в заключении я хотела бы вам представить коллектив наших авторов, вернее наших научных сотрудников, которые участвовали в данной работе. Благодарю за внимание. – Работа открыта для обсуждения и для вопросов. Так, Людмила Викторовна, понимаете, остаётся такое впечатление, хорошо было бы, если бы вы там один узкий момент, который выявился, всё-таки попытались бы объяснить, потому что понятно, ПТН является онкосупрессором. И когда вы берёте всю группу ваших больных, то ПТН снижается, а те, значит, представители тех сигнальных систем, которые связаны, ну там, допустим, с усилением пролиферации, с другой такой подобной передачей сигнала, которая может приводить к прогрессированию, они активируются. Но когда вы берёте и больных делите, пусть там относительно небольшие группы, но вы же эти данные представляете и считаете, что они представляют интерес, делите на группу больных с неблагоприятным прогнозом и с более благоприятным прогнозом, то у вас ПТН там достаточно неожиданно повышается. Вот как вы это можете объяснить? Потому что всё остальное меняется точно так же, как это меняется на всю группу в целом. Я думаю, что в большей степени это можно объяснить тем, что существуют какие-то биологические особенности развития опухоли. И что касается первой стадии заболевания, то это можно объяснить. Происходит активация КТ-сигнального пути и нарастает белок ТН. Поэтому это в принципе можно объяснить. Что касается той большой группы, куда были включены больные из Т3, из Т4 с стадиями заболеваний, то я думаю, что здесь большую роль начинают привлекать другие пути, которые имеют в виду сигнальные пути. Поэтому роль белка, да, ПТН, она, скажем так, нивелируется. Поэтому для чего мы это всё проводим? Для того, чтобы объяснить, что назначение любой терапии должно быть персонифицировано. В зависимости от стадии и также в зависимости от уровня компонентов. То есть поэтому это всё важно. Но вряд ли эти препараты в данном случае назначались на основании вашего анализа. Они назначались потому, что новообразование было распространённым. В первую очередь показания. То есть, но впереди вот именно то, о чём вы говорите. Спасибо большое. Так, но, Андрей Петрович, не хотите ли вы заключить? Или вы доставите такое удовольствие мне? Ну что же, значит, вот наша эта сессия заканчивается. Вы увидели здесь, что можно разделить представленные доклады на две части. Как справедливо было сказано, одна часть имеет отношение к каким-то клеточным и тканевым особенностям. Другая, в том числе представленная Андреем Петровичем Козловым, имеет отношение к каким-то вещам, имеющим отношение больше к генетическим сдвигам. Конечно, вот та концепция, которую Андрей Петрович на протяжении нескольких лет излагает, она, безусловно, заслужит внимания. Она необычна. И в то же время, как мы видели, эта работа всё время развивается и даёт новые, и мы надеемся, плодотворные плоды. Остальные работы имеют значение тем, что они, в общем-то, ближе, может быть, стоят и к прикладным аспектам проблемы, что тоже очень важно, потому что, когда мы сегодня смотрели фильм о Фёдоре Львовиче Киселёве, возможно, вы заметили, что на одном из выступлений, возможно, это где-то было в учёном совете Ронца, он сказал, говоря об одной работе, вот смотрите, какой пример работы. Вот она фундаментальная, но как она близко стоит к прикладным аспектам проблемы. Ну, дай бог, чтобы вот фундаментальная онкология давала именно такие результаты.